14 учеников одной из чебоксарских школ обратились за помощью к врачам. Большинство из них были госпитализированы в больницу. Сообщалось, что произошло это после того, как дети поели в школьной столовой. Подробности происшествия у Ольги Григорьевой. Нет никуда? А можно зайти? А почему вы не пускаете в школу? Вот так в 30-й школе столицы сегодня встречают нашу съемочную группу. Сначала изнутри закрываются двери, а потом разыгрывается целый спектакль. Так это ребята ходят, стучат, мы от всех закрываем это... Детильный или закрывается, что ли? Так они вот такие пузыраны в ногу. Требования документов вплоть до санитарной книжки. Игра в футбол после заданных вопросов и никаких ответов о случившемся. Директора школы для прессы нет, уехал по делам, а его заместитель быстро ретируется с места событий. А пройдите в больницу и спросите, кто еще в школе. О том, что случилось в этом учреждении, охотнее рассказывают сами ребята. Правда, опасаются возможной реакции со стороны школы. У меня в некоторых температуре по целую руку. Все так? Не знаю. А это когда случилось? В пятницу. У нашей девочки, нашей девочки даже капельницу ставили. После приезда представителей управления образования столицы директор школы появился и двери открылись. В том числе и в школьную столовую. Все 14 пострадавших из разных классов питались здесь. Потом обратились за помощью к врачам. 11 были госпитализированы в детскую инфекционную больницу со схожими симптомами. За медицинской помощью с явлениями кишечного отравления обратилось порядка 14 детей. Головная боль, боли в животе, расстройство стола. Из них 11 человек были госпитализированы, но со средней и легкой степенью тяжести. На сегодняшний день в стационаре остается 10 детей. Практически все в удовлетворительном состоянии. 4 человека готовы полностью на выписку. К слову, школьное питание в образовательном учреждении на аутсерсинге обслуживает сторонняя организация. Между тем, делать какие-либо выводы преждевременно настаивают в управлении образования столицы. Мы же не знаем на сегодняшний день, что именно стало причиной. Все-таки бывают такие виды вирусных заболеваний, которые именно в таком направлении продвигаются. Поэтому сегодня делают прогноз в этом направлении. Пока мы не получим именно результаты анализа, мы не можем это сделать. В школе идет проверка. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы. Результаты появятся на днях. Только после этого можно будет поставить окончательный диагноз произошедшему. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин